Миссия по отказу соски у нас провалена. Я, кстати, нашла идеальный рецепт для себя котлет. В общем, поделюсь им с вами. Нас опять посадили на карантин. Всем привет! Что-то как-то давно я уже не снимала блог в таком формате. Мы с Марком съездили за продуктами вдвоем. Да, мы решили как-то семейным нашим кругом, что буду я ездить одна за продуктами. Раньше мы ездили всей семьей в субботу. Но это так неудобно, потому что у нас вся суббота уходила на то, чтобы съездить в магазин. То есть пока мы там выспимся, пока соберемся, пока съездим, пока вернемся. В общем, блин, уже вся суббота, весь выходной прошел. Поэтому мы с Марком съездили. Ну, в принципе, я как бы не жалею. Во-первых, когда я езжу одна, получается экономней. Единственный минус, что мне приходится самой все заносить. Но иногда Сергей работает из дома, поэтому он мне помогает. Вот, пришла домой и смотрю на балконе. В общем, какое-то черное пятно. Думала, жук что ли. А это, оказывается, муравьи. Представляете, в Новой Зеландии вообще это такая проблема. Муравьи и тараканы. Правда, хорошо у нас в этом доме тараканов я видела пару раз всего лишь. И то, они, знаете, необычные такие. Они, блин, огромные, противные. Ну, в общем, ладно. Тараканов здесь, можно сказать, нет. Два раза это не считается. Один раз я его видела на улице, один раз в доме. Но это было лето, потому что окна открыты. Думаю, вот он как-то забрался. А муравьи, это просто катастрофа. Вообще невозможно ничего оставить на столе. И вот на балконе у нас у Марка здесь игрушки. И он, короче, кушает здесь, с едой ходит. И вот, видимо, они на эту еду сюда, в общем, короче, лезут. Я сейчас вам покажу. Я их попшикала от травы. В общем, он целый рой. Так, мало того, еще вот здесь вот. Так, мало того, я вот шла. И они еще и вот здесь на двери, не знаю, видно, нет, не отсвечивают. Ну, в общем, короче, какой-то кошмар. Сейчас уберу вот эти все игрушки отсюда. Эти бины. Вот я уже начала убирать. Один уже убрала. Там сушилку. В общем, включу здесь жорика. Надо быстро все это делать. Убрать, пока Марк спит. А погода у нас уже неделю просто чудесная. Даже не скажешь, что зима. Все-таки какая-то теплая в этом году зима. И даже вечером как-то не сильно холодно. Не знаю, или может, я уже привыкла. Но погода просто класс. Прям весна. Весна. Я вот сейчас стою в майке, и мне вообще не холодно. Ну вот, я максимально расчистила балкон. Принесла нашего помощника. В общем, давай, убирайся. Еще хотела сказать. У нас знакомые ребята рассказывали. Они вызывали домой специальную услугу, которые, я не знаю, они травят, по-моему, территорию, чтобы в дом как раз вот там тараканы не залазили и муравьи. Но она мне сказала, что им помогло это месяца на 3-4. А потом все заново. А удовольствие это стоит 300 долларов. Поэтому, ну, как-то 300 долларов 3-4 месяца. Сомнительное удовольствие. В общем, не знаю. Если вы знаете, как бороться с муравьями в доме, напишите в комментариях. Как удобно, когда есть робот-пылесос. В общем, пока он там убирается, мне надо разобрать быстренько сумки. И вот, кстати, я не знаю, показывать, что я купила или нет. В прошлый раз мне написали, что я такая плохая мама и всякой какой кормлю своих детей. В общем, напишите тоже в комментариях, интересно ли вам, чтобы мы снимали наши покупки. Достала вот размораживаться фарш. Хочу сегодня сделать на ужин котлеты. Я, кстати, нашла идеальный рецепт для себя котлет. В общем, поделюсь им с вами. Приехали с Маркусиком за Ульянкой. Это наша с ним такая каждодневная работа. А еще у нас прям такой закон подлости. У нас есть соседка, она тоже возит своего ребенка в школу. Иногда Ульянку привозит, отвозит. И вот в эти дни, когда она возит его Марк, так долго не спит. Ну, блин, в те дни, когда нам ее забирать, он просто спит до последнего. И мне всегда так жалко его будить. Он сидит полусонный. И, кстати, миссия по отказу соски у нас провалена. Никак он не смог без соски. Не знаю ли это. Я не смогла найти подход. Но, в общем, он засыпал нормально. И даже не плакал. Просыпался. Потом мог заснуть через 15 минут. Проснуться и плакать. И, в общем, начинал там вошкаться. А у детей есть только момент. Они когда свой сон перебьют. Уже потом очень сложно их назад укачать. В общем, я давала ему соску. И днем, в общем, пробовала без соски. И на ночь пробовала. Ночью тоже просыпался. Начинал вошкаться. И я понимала, что вот если сейчас его не усыпить, то все. Можно потом там час потратить опять на его укачивание. Ну, в общем, пока оставлю его с соской. Попробуем годиков два. Прошли со школы, они увалились. И обнимаются на пороге. Ну, вот я начала делать котлеты. Я порезала большую одну луковицу в миску. Здесь я замочила два кусочка хлеба с молоком. И сейчас я вот сюда хлеб весь вывалю. И это все блендером измельчу. А, не хочет одной рукой. Ой, в общем, я тут рыдаю. Не от счастья, потому что я делаю свои любимые котлеты. А потому что у меня просто какой-то зверский лук попался. Ну, в общем, вот такая каша у меня получилась. Сейчас в эту кашу я добавляю фарш. Оп! Почти не промазала. И сюда же я сыплю перца немножко. Ну, все по вкусу. И соли. Соль у меня не слишком соленая. Я насыпала так достаточно много. И еще мне нравится с мясом тмин. Добавлю у меня молотый. Так, ну и теперь... А, еще сейчас сюда положу одно яичко. И буду все это перемешивать. Разбиваю яйцо. И все это перемешиваю. Ну, вот такой вот у меня получился фарш. Я подготовила противень, застелила пергаментом. И здесь насыпала в блюдечко муку. Сейчас буду формировать котлетки и складывать на противень. Вот здесь я делаю соус. Я добавила сюда ложку майонеза и буквально капельку сои, для того, чтобы получился вот такой немножко коричневатый цвет. И я буду смазывать вот этой смесью мои котлеты. И они когда запекаются, у них получается цвет такой коричневатый, как будто они пожаренные. Я вот здесь уже начала. Вот так каждую котлетку. Не обильно, а прям совсем тоненьким слоем сверху. И за счет майонеза котлеты получаются такие сочные и не сухие. И мне больше нравятся в духовке, нежели жареные на масле. Я их смазала. Я ставлю в духовку, разогретую на 200 градусов. Ну, наверное, где-то на 40 минут. Но я в любом случае буду посматривать, поглядывать, как они зажарятся сверху. Ну, значит, они готовы. Только сегодня я вам сказала, что у нас хорошая погода. И вот, вот он дождь. Ну, надеюсь, завтра уже будет солнечно и тепло. Вот такие котлетки у меня получились. Они стояли чуть больше, чем 40 минут, где-то 50 минут. Я захотела, чтобы они чуть-чуть немножко поджарились. И котлеткам сделала вот такой вот салатик. Всем приятного аппетита! Смотрите, купила себе две вонючки в машину. И мне кажется, это гениальное просто изобретение. Теперь вот можно потереть и понюхать, как они пахнут. Вот здесь на этой. И вот на этой тоже есть. Не знаю, мне кажется, это прям гениально. Можно не открывая, а понюхать. Ты уже знаешь, какой запах. Я вот думаю, это уже во всех странах так, или это мы отсталые. Потому что я вот такое вижу в первый раз. И считаю, что это прям класс удобно. Вот теперь думаю, вот эту или эту повешать. Наверное, вот эту первую, я думаю. У нас здесь около дома растет вот такой какой-то куст. У него вот такие маленькие цветочки. Но запах у него просто нереальный. Он пахнет, знаете, каким-то цитрусом. И, в общем, пока у нас не было вонючек в наших машинах, мы отрывали кусочек, веточку, в общем, с этими цветочками. Ложили в машину. И в машине прям такой был аромат вот этим цитрусом. И держался, не знаю, две недели, наверное. В общем, пахнет обалденно. А вот что за растение, что за цветок такое, к сожалению, не знаю. Может быть, кто-то узнал? Напишите, если знаете. Ребят, смотрите, в общем, сейчас курьер привез стул. В общем, Сема на работе сказал, что у него болит спина. И он типа дома сидит там неудобно. Там приходил, в общем, врач или кто-то, я не знаю. Они, в общем, посмотрели, сказали ему, как правильно надо сидеть. И, в общем, вот на дом ему привезли, заказали и привезли стул. Блин, вот чтобы я так жила. Ну, прикольно. Сейчас придет, распакует, посмотрим. Помощник пришел. Чуть-то обычный стул. Необычный. Это не тот, который там полторы тысячи стоит. Ой, я думала, это он. Ой, башмак снялся, папа. Одень, пожалуйста. Ну, что? Как тебе кресло? Обычное какое-то кресло? Трехпозиционное. У него три ручки. То есть там жопа вот так делается. Спинка так делается. Она жопа еще вперед ездит. Блин, ты капец. Ну и что, удобно сидеть? Да, ну нормально, стул. Здесь так, что не хватает этих... Подлокотник. Подлокотник. Ну ты на стул будешь. Ну так, поэтому и нету, чтобы я, типа, четенько сидел вот так. Подожди, а если вы потом это, ну, на работе, из дома уже не будете работать, что, надо стул вы на работу тащить? Когда я уволюсь с банка, мне надо будет его назад принести. Если я уволюсь с банка. Ну, у него есть тоже срок службы. То есть он там, я не знаю, если я в банке поработаю больше трех лет, то после трех лет, может, и не надо будет его возвращать. Ну ясно. Ну ладно, иди работай. Сегодня хотела поговорить с вами о новостях последних из Новой Зеландии. Вы, наверное, уже слышали, что нас опять посадили на карантин. И, конечно, все очень были расстроены. Я об этом написала пост в инстаграм сразу же. Очень много людей мне написало, что да, у вас еще все нормально. Вот, а у нас? Сейчас, может быть, тот, кто не знает, я вкратце расскажу. В общем, у нас сейчас Окленд, где мы живем, он на третьем уровне. Все остальные города в Новой Зеландии на втором уровне. Пока это только на три дня, но неизвестно, что будет дальше. Нашли семью из четырех человек, которая заражена. Причем они никуда не выезжали из Окленда. То есть поймали где-то эту заразу, не знаю, в городе. Вчера появился еще один заразившийся человек. Поэтому насколько продлится этот карантин, мы не знаем. Третий уровень, это значит, что опять закрыты школы, детские сады, магазины, рестораны. Ну, в общем, и так далее. Мы опять сидим дома, нам нельзя никуда ходить. И вот, как я уже сказала, я сделала пост в Инстаграм. Если вы не подписаны, то подписывайтесь. И многие мне написали, что у нас хуже в наших странах. Я не спорю, что может быть, да, и везде хорошо, наверное, где нас нет. Потому что здесь люди тоже переживают за свои рабочие места, за свои бизнесы, за свои кредиты. У нас сейчас тоже здесь безработица. И поэтому люди возмущены. Опять же, все переживают об экономике нашей страны. У нас вот должны были быть выборы в сентябре. Вроде сейчас слухи ходят, что их перенесут на ноябрь. И опять же, слухи, что вроде как после выборов хотят повысить подоходный налог. А это у нас и так высокие налоги. Это совсем не радует людей. Поэтому, конечно, все расстроены. Если так сравнивать, то, конечно, сейчас в Белоруссии неизвестно там, что творится. И можно сказать, подумаешь, нас просто тут опять всех закрыли. Поэтому можно сравнивать и там, и сям. Но все же это не на пользу людям. Люди возмущены. Еще сегодня у меня была жуткая ночь. У Ульяны всю ночь было плохо. У нас, оказывается, соседка заболела. У нее ротовирус у дочки. И Ульянка вчера ходила к ней. Они там что-то разговаривали, общались. В общем, вроде через забор. Но этого хватило, чтобы подцепить. И, в общем, ночь у нас была веселая. Сегодня целый день ребенку плохо. У меня на этой почве был приступ золушки. Я перемыла весь дом. Конечно, я переживаю за маленького. Как он себя будет чувствовать. Ну, надеюсь, что все обойдется. В общем, не знаю. Напишите в комментариях, какая обстановка у вас в ваших странах. С коронавирусом, с работой. И вообще с людьми, с их состоянием. В общем, всем желаю здоровья. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok